Слава Богу, мы снова имеем возможность такую, великую возможность, я бы сказал, снова следовать Его Слово. Итак, Христос — наша праведность. Как нам получить эту праведность? Именно сегодня мы рассмотрим в этой теме и попробуем найти ответ на этот вопрос. Мы поговорим о пророческом и практическом понимании праведности поверения. Были ли мы когда-нибудь горды за своих детей или внуков, за жену, за мужа, за родителей? Или мы гордились своей церковью, служением своим? Следующий вопрос. Может ли быть гордостью что-то хорошее? Что говорит об этом Бог? Читаем. Есть три свидетеля, которые говорят, что гордость — это зло. «Страх Господен ненавидит зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу» — это записано в притчах, 8 глава, 13 стих. Следующий свидетель. «О гибели предшествует гордость и падению надменность». Тоже в притчах, 16 глава, 18 стих. «Ибо всё, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житийская, не есть от Отца, но от мира сего». 1 Иоанна, 2 глава, 16 стих. «Мы находимся в этом мире, но мы должны быть не от мира сего, чтобы принадлежать Отцу. Зачем же нам нужна праведность по вере?» Книга Откровения говорит в 15 разделе, 4 стих. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един, свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Здесь написано, что только один Господь свят. «Для того, чтобы я был праведным и святым, что же нужно мне сделать?» «Мне стоит лишь разрешить, чтобы Господь был во мне». Он так этого желает. Это Его мечта о нас. Помните, мы исследовали текст «Вот стою и стучу». «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». И дальше говорит Господь, «Побеждающему, тот, кто открыл двери, дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо, да слышишь, что Дух говорит церквям». «Окровение третья глава с двадцатого стиха». «Я могу открыть эти двери, но могу и не открыть». И что тогда? Как написано, нет праведного, ни одного. «Нет разумеющего, разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Вот какая характеристика человечества сегодня. Люди, как и большинство из нас, думают о себе, что мы хорошие, но Бог думает по-другому. Он объективен. Почему мы все плохие, а только Бог свят? Когда апостолы услышали эту весть, они спросили Господа, «Господи, кто же может тогда спастись? Умножь в нас веру для того, чтобы получить праведность по вере». Мы должны иметь веру. «Умножь в нас веру, чтобы нам получить праведность Твою по вере». Что ответил Господь на их прошение? Помните, Господь сказал, если бы вы имели веру с горчичное зерно и сказали смаковниться сей «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас. «Кто из вас, имея слугу, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему, пойди скорее, садись за стол?» Напротив, не скажет ли ему, «приготовь мне поужинать и подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом и ешь, и пей и ты сам?» «Станет ли он благодарить всего слугу за то, что он исполнил приказание?» Христос говорит, «Не думаю, так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы слуги, не заслуживающие никакой благодарности». Почему? Потому что мы всего лишь исполнили свой долг. Это записано в Луке 17 главе, с 6 по 10 стих. Итак, это слова Христа, как наставление нам. Цель притчи — показать, что такое вера. Слуги, не злые и не верующие, делают всё то, что Господин им повелел. Они всё сделали правильно. Но в заключении они считают себя ничего не стоящими. Получается, что бы я ни делал, даже то, что и Господь повелевает, даже когда я исполняю его, я ничего не даю от себя Господу. Заметьте, я говорю, я ничего не даю от себя Господу. Я стою ровно столько, сколько во мне есть Духа Святого, который и даёт мне эти желания исполнять и повиноваться. А если его во мне нет, то для вечности я лишь набор минералов и микроэлементов, потому что я буду мёртв в своих грехах. Ещё раз посмотрим на этот стих. Станет ли он благодарить слугу всего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и ты говори о себе. Я слуга, не заслуживающий никакой благодарности. Я всего лишь исполнил свой долг. Мне тяжело было принять эти слова. «Как так, Боже? Но ведь я же! Я же откликнулся! Я же такой… Такие перемены во мне произошли!» Это я. Боже, ну неужели моего ничего нету хорошего? Моё человеческое существо думает, что если я исполняю всё повелённое мне Господом, то Он радуется и улыбается этому, потому что я что-то делаю для Него. Мне кажется, что я хорошо выгляжу пред Богом, когда исполняю вот это всё. Но Писание говорит, что я от себя ничего не принёс для Господа, даже если всё сделал правильно. Почему так? Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззаконие наши, как ветер, уносят нас. Кто это говорит? Это говорит Божий пророк Исаия, 64 глава, 6 стих. А если посмотреть в оригинале, что говорит о запачканной одежде, то праведность наша, как месячным запачканная одежда на еврейте. Всё, что бы мы ни делали, всё это нечистое от себя, если мы будем что-то делать. Почему Исаия даёт такое жёсткое сравнение? Месячные — это признак того, что женщина не беременна, а значит, бесплодна в данное время. Женщина с месячными равняется церкви, не имеющей плода. Наша праведность или самоправедность вся бесплодна. У неё, вернее, один плод — смерть и распятие нашего Господа. Почему Исаия так строго заявляет? Потому что он, будучи праведным, стоя в присутствии живого Бога, понял правду о себе. И какова была его реакция? Помните? Читаем. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сиящего на престоле высоком превознесённом, и края риз его наполняли весь храм». Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо своё. И двумя закрывал ноги свои. И двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят! Свят! Свят Господь Саваоф! Вся земля наполнена славой его!» И поколебались вверхи врат от голоса восстыцающих. И дом наполнился курениями. И сказал я, «Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами!» «И глаза мои увидели царя Господа Саваофа!» Это прекрасное видение. И преобразование пророка, описанного в Висайи, 6 глава, с 1 по 5 стих. «Какая реакция пророка Божьего на присутствие Бога?» «Горе мне! Погиб я!» Так каждый грешник в присутствии Божьем вот это всё ощутит. Как Господь его очистил? Вопрос. Читаем дальше. «Тогда прилетел ко мне один Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника и коснулся уст моих и сказал, «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен, ты святой, ты очищен, ты оправдан». Что символизировало горящий уголь с жертвенником? Это жертва Христа. Это цена Сына Божьего. Это Его кровь. И только после принятия жертвы Христа Исайя смог стоять в присутствии Божьем. Он был одет, Его в одели, в праведность Божью. Вот что делает живая вера в пролитую за меня кровь Христа. Я тогда смогу стоять в присутствии Божьем. Ещё один момент. Почему ангел не промолчал об очищении Его греха? Ведь мог Исайя почувствовать о прощении? Хороший вопрос. Легко поверить в исцеление, прочувствовав сразу себе перемену. Но тяжелее. Сначала поверить, включить веру, довериться Слову услышанному, а потом только прочувствовать изменения в организме. Понимаете, о чём я? Но Исайя услышал Слово Божье и поверил Ему, что Он прощён. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Римлянам, 10 глава, 17 текст. Исайя остался живым в присутствии Божьем только благодаря вере, а не чувствам. Так будут стоять пред живым Богом праведники, которые будут верой, верить, что они очищены, хотя в них плоть ещё будет тленная. Это я говорю о 144 тысячах. Мы будем о ней говорить, если Бог позволит, в следующей теме. Итак, Исайя, будучи пророком Божьим, оценил свою собственную праведность после встречи с Господом как одежду, запачканную месячными. Нам это нужно помнить и не забывать. Потому что, Библия говорит, лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено, крайне. Кто узнает его? Иеремия, 17 глава, 9 стих. Когда я делаю всё хорошо и правильно, то я думаю, что это и меня делает хорошим. Но это самообман. Потому что Библия говорит обратное. Я ужасно испорчен. И крайне испорчен. Я падший без Бога. Всё, что не по вере, — грех. Римлянам, 14 глава, 23 стих. Если я всё делаю правильно, но мотивация не вера, то это грех. Посмотрим сначала на праведность по делам. Что это такое? Это записано, хороший пример записанный в Матфея, 7 глава, с 1 по 23 стих. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного, говорит Господь. Многие скажут мне в тот день «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгонят? Не Твоим ли именем многие чудеса творят?» И тогда объявлю им. Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Страшно. Будут говорить. Я пророчествовал, я бесов изгонял, я чудеса творил именем Твоим. Здесь мы понимаем, почему всё, что не по вере, — это грех. Это предупреждение о верующих, которые сделали множество хороших дел именем Господа даже. Но это беззаконие. Это праведность по делам. Они уповали на свои хорошие дела. Они не говорят о вере, они говорят о делах. Мы не можем судить по нашему внешнему проявлению, по нашим чувствам, потому что Господь говорит. «Так и вы, когда исполните всё повелённое вам, то есть то всё хорошее, что Господь повелил, говорите, мы слуги, не заслуживающие никакой благодарности. Мы всего лишь исполнили свой долг. Если бы те люди сказали, Боже, мы ничего не сделали хорошего, всё, что делали мы, это Ты сделал у нас, тогда была бы другая картина. Но они говорят, Боже, смотри, мы делали то, мы делали это именем Твоим. Даже бесов изгоняли. Мы слуги, не заслуживающие никакой благодарности. Мы всего лишь исполнили свой долг. Именно так. Не я сделал то и то, а Ты, Господи, не оценил, а я лишь исполнил свой долг, ибо я слуга Твой, не заслуживающий никакой благодарности. Вот какая мотивация должна быть». Ещё посмотрим на один пример праведности по делам. Когда выходил он в путь, Христос, подбежал, некто пал пред Ним на колени и спросил Его, «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Марка 10, глава 17 стих. Мы дальше знаем, что Христос отказывается, что Он благ. Почему Христос отказывается, что Он благ? Этот человек обратился к Нему как к Учителю, а не как к Богу. И он обратил внимание тогда, что никто не благой, как Бог. «Если ты ко Мне обращаешься, что я благ, значит, ты должен вызвать, что я Бог». Но там не так было. Иисус исправляет его и указывает на заповедь. Но Он свидетельствует, что всё сделал правильно. Не так ли сегодня большинство христиан живут не верой, а делами, чтобы обеспечить себе расположение Бога? Я тоже так жил. Но я не хочу этой жизни больше. Мы должны понимать, что без Христа мы на самом деле, как утверждает Библия, крайне испорчены, ужасно падшие. И наша праведность, как месячными запачканной одежда, нет в нас ничего хорошего, ни капельки. наше «я» непрестанное зло, наши уста яд источающие. Мы роды ничего не стоящие. Вот оценка библейская нашего состояния без Бога. Мы также думаем, что наши добрые и великие дела — это наши дела, это наша великая проблема. Но если хотим обрести ненадёванную праведность Христову, то нам нужно избавиться от этой лживой идеи, что всё хорошее это от меня или часть моя и просить Господа исцелить наши сломанные грехом мышления. Господь желает, чтобы все эти стихи мы видели в контексте праведности по вере. Давайте почитаем ещё этот стих. Записанный в Иоанна, 15 глава с 1 по 5. «Я есть, говорит Христос, истинная виноградная лоза, а отец мой виноградар всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плод». И он дальше говорит, «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам, мы уже очищены, дорогие, а значит, мы сейчас должны, вот этот плод у нас должен созреть с помощью Духа Святого, с помощью этого сока виноградной лозы. Я, говорит Господь, лоза, а отец винограда, он очищает всякую ветвь, не приносящую плода. Вы уже очищены через слово Божье, то есть у вас уже очищены сломанные мышления, потому что у вас есть сок мой, у вас есть Дух Святой, мой представитель. Но даже ветви, приносящие плод, должны очищаться. Это наше мышление очищается или исправляется Словом Божьим. Вот как очищается святилище наших души. В свете очищения святилища мы сегодня размышляем над этой темой, не забудем. Бог, Дух Святой в нас делает перемену мышления. Вот так происходит очищение нашего святилища. Прибудьте во мне, и я у вас, как ветвь, не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне, я есть в лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Без меня не можете делать ничего. Вот какая правда сегодня. Когда я делаю что-то хорошее, на самом лозой, лозой, сила и жизнь через лозу и только без лозы я не смогу ничего хорошего сделать, ничего. Эта сила жизни Христа работает во мне, а я могу дать только согласие. И то это согласие под влиянием Духа Святого, когда Он открывает меня, что для меня сделал мой Господь, тогда я падаю на колени у подножья креста и говорю Господи, я согласен, я согласен, будь моим спасителем, помоги мне, помоги мне изменить свое мышление, свое сердце, и Бог это делает. Сами по себе ветви, даже будучи на лозе, но не питающиеся ее соком, мертвы и никому не нужны, и они сгорят. Последний день. На это Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя. Если не увидит Отца творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит тоже. Иоанна 5 глава 19 стих. Что мы здесь видим? Что Христос, даже Христос, будучи по сути своей Богом, ничего не смог делать сам, потому что стал человеком. Мы читали, мы исследовали, Он не мог применять свою божественность для себя. Он имел право выстоять только верой и силой Духа Святого, делающим в Нем. в Нем. Это мы говорили в прошлых темах. Тем более я, я лучше Его. Он Бог во плоти, но абсолютно стопроцентно полагался на Отца. Вот почему Он, будучи Богом, воздавал всю славу Отцу, потому что Отец все делал во Христе. Тем более и мы должны воздавать всю славу Богу. К чему призывает Воздайте славу Богу, ибо наступил час суда Его, о котором мы размышляем в этих темах. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам от себе, то свидетельство мое не есть истина. Иоанна 5 глава 31 стих. Христос снова подтверждает что не может ничего хорошего делать от себя лично. Он отрекся себя. Моя воля зло, и я должен отречься от себя так же, как и Христос. Если я присваиваю хорошее себе, то свидетельствую ложно о себе. Я лжец. И неважно, сколько я делаю хорошего, потому что все это не мое, а Отца. Христос сказал, ибо не ищу моей воли, пославшего меня отца, помните Гефсиманию. Трижды он молился, отец мой, тебе все можно, если возможно, забери от меня эту чашу, которую я должен выпить, но не как я хочу, а как ты. Его плоть говорила, ты не выстоешь, ты не выдержишь, дьявол тоже шептал ему, ты навечно останешься здесь, когда грех ляжет на тебя, грех всего мира. И потому он говорил, отче, если возможно, да минует чаша меня сия, но не как я хочу, а как ты. И победил веры. я ничего не могу творить сам из себя, говорит Христос, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня отца. Я же имею свидетельство больше Иванова, ибо дела, которые отец дал мне совершить, самые дела сие мною творимые, свидетельствуют о мне, что отец послал меня. Он говорит, что даже плоды моего творения, моего служения, это не мои плоды, это плоды отца, творившего во мне. Я соглашаюсь со Христом, все добро пришло не из моего сердца, даже капелька добра не может быть из моего сердца, а все добро только от отца. И добрыми делами я свидетельствую, что они не мои, а отца и сына работающего во мне. Слава Богу за эту весть. Слава Богу. То коль мы пачек кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному. Евреям, 9 глава, 14 стих. Все праведные дела Иисуса Христа были работой Духа Святого в Нем. Вот почему всю славу Он воздавал не себе, Он не присваивал ни капельки себе славы, а только Отцу. Это смирение высшей пробы. Мертвые дела это могут быть и хорошие дела, действия, труд, работа, служение, но без Бога. Мне лично совершенно нечем гордиться, иначе я все начинаю записывать на свой счет. Но это же Божье. И если я так делаю, это приведет меня в конечном результате лишь к осуждению и к смерти. Мы читали Матфея 7 глава. Будут говорить Господи, Господи, не Твои его именем и пророчествовали. Вот куда меня приведет к осуждению и смерти. А есть вопрос. А если церковь приписывает себе хорошие дела, как тогда? Дорогие, какая разница? Я приписываю или церковь? Церковь это те же самые люди. Это то же самое приведет к осуждению. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите. Мы слуги, не заслуживающие никакой благодарности. Мы всего лишь исполнили свой долг. Запомните, что приписывать себе добрые дела, это лже свидетельствовать о себе и о сыне, и о Духе Святом, и об Отце. Нам нечем гордиться, потому что гордость это грех. Вся слава должна быть воздана только Богу. Вот почему первый ангел Терханковской вести громко заявляет «воздайте славу Богу». Это первая весть, которую мы должны принять. Вот что означает праведность по вере. Мы должны воздать всю славу Богу. Если нас хвалят, говорят проповедь хорошая, смотри, какие-то хорошие дела делаешь. Что мы должны говорить? Мы должны говорить, друзья, не принимать вот эту славу себе. Я раб всего лишь исполнил то, что должен был. Это благодаря моему Господу, ему славу. На него смотрите, а не на человека. Это тяжело принимать сначала, когда мы еще привыкли славу принимать себе. Но когда мы научимся отдавать славу Господу, нам легче будет тогда пережить этот перелом. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова, посему он должен был во всем уподобиться братьям, это говорится о Христе, чтобы быть милостивым, верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа, ибо как сам он претерпел, был искушен, то может искушаем помочь. Ивлеям чувствования, какие и во Христе Иисусе, он, будучи Богом, божественностью своей поступился, но унизил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду ставкам человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестных, говорит апостол Павел, филипийцам, 2 глава, с 5 по 11 стихе. Бог во плоти, Христос взял падшую природу, в смирении унизил себя, проявил послушание любимому Отцу, Он полностью должен был полагаться только на Него, чтобы делать всё правильно. Это и для нас пример. Ибо плата за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Римлянам 6 глава 23 стих. Всё, что мы заработали или заработаем за наши дела, на которые мы уповаем, это только смерть. Все наши добрые дела без Бога только грех. А жизнь вечная это дар, её нельзя заработать, это дар. Примите и живите этим даром. Почему? Потому что её Бог уже нам подарил, и она во Христе, жизнь вечная во Христе. Примите его, и вы примите жизнь. Я когда-то задавал вопрос, сейчас вспомнил, что вы представляете себе, когда вы услышали о жизни вечной. Как вы её себе представляете? Это прекрасное небо, это прекрасная жизнь со святыми или что-то ещё. Друзья, вечная жизнь — это и есть Христос. Имеющий Сына имеет жизнь вечную. Имеющий Сына примите Сына, и вы примите жизнь вечную. И давайте не забудем, что на небе сейчас идёт суд над нами и происходит очищение нашего святилища. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Интересный стих. Не вместить миру написанных книг. Христос много сделал добрых дел за 33 года. Но последние три года нас интересуют. Потому что именно служение было последние три года, когда Он стал Христом, Мессией. Но здесь говорится не об этом, что только за эти 33 года записаны дела Его. Всё, что хорошего сделали люди, это всё дела Иисуса. Попробуйте всех записать. Понимаете, что имел в виду апостол Иоанн, когда говорил, что книги, то есть мир не может вместить написанных книг о делах Иисуса, потому что это не просто говорится о делах самого Иисуса воплоте, это говорится о тех делах, которые Он делает и в нас. Попробуйте их описать все. Всё плохое, что я делал, это когда я отдалялся от Христа. А все хорошие дела через Духа Святого от Христа. Доктрина правильность по делам супер банкрот. Запомните это. Мы уже видели. Плата за грех, в данном случае спасение по делам или упование на дела свои равно смерти. Но жизнь через правильность по вере. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал он ее по обетованию. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон могущий животворить, то подлинно правильность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующего дано было по вере в Иисуса Христа. Сегодня тоже есть люди, которые уповают на дела закона. Они уповают на праведность по делам закона. Но это неправильно. У нас праведность только по обетованию. Бог обещал, я принимаю, вот это и есть праведность. По вере в Иисуса Христа это обещание основано на праведности по вере. И это обещание Христос наша праведность. Именно в этом мы нуждаемся. Он тот, кто нам нужен. Праведность по вере это не вещь или идея, это Личность. И нам нужно сфокусироваться на Нём и только на Нём. Не на себя смотреть такого грешного, не на людей смотреть, а на Христа. Это единственный путь к обретению праведности по вере. Все сокровища Небес приходит к нам только в Иисусе. И мы говорили, что жизнь вечная это Христос. Нет нас ничего хорошего. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет сил ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Получая Бога любви в наши сердца, мы получаем силу веры, которая вырабатывает праведность Христа в нас. Эта вера дает глубокое убеждение нам, что в нас нет ничего хорошего. В нас самих нет ничего хорошего. А если мы и имеем что-то хорошее, это не наше, а Христово. И мы ясно будем видеть источник этой праведности Иисуса Христа. И когда мы поднимаем Его высоко, всех привлечем к Нему. И если этот опыт перерождения мышления переживем в своей жизни, когда будем возвышать Христа пред собой и пред всеми, то наше святилище Бог сможет наконец очистить от грехов. Вот она истина для последнего времени, которую несут три ангела 14 главы Откровения. После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, Пал, Пал, Вавилон великая блудница, сделался жилищем весов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице. Ибо яростным вином удодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с ней, и кукцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать во грехах ее, и не подвергнутся язвам ее. Книга Откровения 18 глава с 1 по 4 стих. Вот когда мы не будем пить вино Вавилона, вот когда мы поймем, что такое грех, а грех это желание убить Бога в нашем сердце, потому что в нашем сердце будет или Бог, или я. Одно из двух. И если мы поймем, что мы гробы ничего не стоящие, что все, что у меня хорошего сегодня есть, это только Бог, работающий во мне по своей любви и милости, тогда мы сможем провозгласить эту торжественную весть. Не только через наши слова, но и через нашу жизнь. Праведный должен жить верою, когда наша жизнь будет отражать праведность Христа, данную нам в любви, Бог будет прославлен, и наша жизнь станет проповедью. Сам Иисус сказал об этом. И проповедано будет всей Евангелии Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Матфея 24, глава 14, это свидетельство люди не просто должны услышать, а увидеть, дорогие, они должны увидеть, как работает Евангелие во мне. Слышать это семья, а увидеть можно лишь плоды. Ибо когда ты слышишь о семени и видишь его плоды, это великая разница. Говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Когда ты видишь плоды, то ты поймешь, какого качества была семья, не правда ли? и только жатва покажет, какое же семя мы взрастили в себе. Посеем веру в праведность Христову, с которой Он действует в нас, и через нас, то пожнем плоды этой истинной праведности, жизнь вечную и одобрение Отца и Сына и Духа Святого. Если посеем веру в праведность Христову, мир ждет плодов праведности, плодов праведности по вере, через свидетельство в нашей жизни, как вы думаете, а Бог? А Бог тоже ждет вот это свидетельство праведности в нашей жизни. Конец придет тогда, когда все увидят это свидетельство, они просто услышат. Мы сегодня говорим, люди слышат, но они не видят. Но когда они увидят вот эту праведность работы еще в нас, тогда придет конец. Я хочу, дорогие, чтобы конец пришел. Но сначала должно быть свидетельство. Дадите ли вы возможность Христу засвидетельствовать вас своими добрыми делами, чтобы вся земля осветилась наконец от славы его. Тайну сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать какое богатство славы в тайне, которое есть Христос в вас. Он ваша надежда на будущую славу. Прекраснейшее обетование. Описано в Колоссяном 1 глава 26 по 27 стих. Упование нашей будущей славы это Христос где? В нас. Запомните это. Наша слава это Христос в нас. Для того, чтобы Слово Божье было бы засвидетельствовано нас, Христос должен быть в нас. Откроем мы дверь Ему. Итак, отдайте себя полностью Богу, как жертву живую, Ему посвященную, для Него угодную, для разумного служения вашего. И не приспосабливайтесь к миру, но преображайтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Не воображайте о себе, дорогие, слишком много, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Римлянам 12 глава с 1 по 3 стих. Здесь, в этих стихах, описано, в ней описан суммарный результат праведности по вере. Это приходит к нам по мере веры, которую дал Бог каждому. Отказаться от любого вида гордости и перестать записывать что-то доброе на свой счёт. Наше «Я» должно умереть, чтобы Христос жил в нас. Всё зло из-за нашего неправильного мышления и только Слово Божие может изменить это неправильное мышление. помните, что всё зло началось с гордости. Смертельно опасно хотя бы чуть-чуть возвышать себя и приписывать себе хоть что-то хорошего. Наше «Я» должно умереть. Мы должны быть жертвой живой и благоугодной Богу. Нам нужен преобразованный ум через Слово Божье. Ум Христов нам нужен. Мы должны возвышать только Христа, ибо Он есть праведность наша. Он ничего не сделал сам от себя. Все добрые дела в Нём от Отца, все праведные дела Христа были работой Духа Святого в Нём, и всю славу Он воздавал Отцу. Это смирение высшей пропы. А мы, рабы, ничего не стоящие. Нам остаётся лишь воздать всю славу Богу и помнить, что Христос есть упование на будущую славу. Христос в нас. Это обетование очень сильное и помогает жить праведнику среди этого нечестивого разращённого мира. Все сокровища небес приходят нам только в Иисусе. Нам нужно сфокусироваться на Христе и только на Нём. Это единственный путь к обретению праведности по вере. Единственный путь, дорогие, запомните, фокусирование на Христе. И тогда весь мир увидит Евангелие в нас и придёт конец. Аминь. Но я ещё хочу в конце остановиться на этом слайде. И хочу помолиться за всех, кто слушает или смотрит эту презентацию. Дорогой Господь, Ты свят. и Твоё желание, чтобы Твои дети отобразили святость Твою в себе. Мы благодарны Тебе, родной Божь, за это. И я прошу сейчас за всех дорогих Твоему любящему сердцу деток, слушающих эту весть. Прости, но милосердный, что не понимали, а возможно и не принимали раньше этой прекрасной вести о праведности поверь. Прости, что Твои дела в нас мы приписывали на свой счёт. Прости, Боже, что час Небесного суда мы вели и возможно и сейчас ведём себя как дети, дети лукавого. Нарушая Твою святую волю, изложенную Писание и при этом надеясь на Твоё прощение, но Ты благ. И мы уповаем на благость Твою, что Ты уже простил нам наши согрешения по этой молитве, потому что Дух Твой Святой сейчас работает с нашими сердцами. Слава Тебе, дорогой, за то, что Ты хочешь нас жить. Слава Тебе, дорогой, за те добрые дела, которые Ты творишь в нас и будешь еще творить. Боже, помоги нам принять эту весть. Помоги нам, Боже, оставаться в Тебе и дать Тебе возможность работать в нас. И пусть это прославит Твое Святое Имя и приведет нас к настоящему покаянию. Во славу Твою молитва наша. Во имя Иисуса Христа молим. Аминь.